всем привет в этом на надеюсь все таки что небольшом видео я хочу показать каким образом мы можем использовать встроенную репликацию манга то есть у нас есть какая-то база данных и мы бы хотели ее каким-то образом защитить от возможных сбоев один из способов это сделать это реплицировать наши данные поэтому как это примерно происходит мы поднимаем несколько серверов манга объединяем их скажем так в один кластер и когда мы заносим данные на ведущий на ведущий ноду скажем так на ведущую ноду эта нода распространяет информацию по остальным через некоторое время и и затем если скажем ведущая нода падает то остальные решают кто будет главным и продолжается работа то есть обращение последующие все начинаются к к новому мастеру что же давайте посмотрим на практику я в принципе уже весь код подготовил поэтому буду только запускать теперь вам нам нужен вам нужен монга это первое организуйте какие-нибудь три папки например вот мы говорим 2 и 3 они на данный момент все пустые теперь запустим три инстанса то есть используем монгоди то есть демона до запускаем привязываем к пазу данных папки я сейчас вот в этой папки нахожусь как видно указываем порт и указываем что мы хотим создать скажем так реплику и объединяем их всех под одним каким-то названием например пастера что ж давайте запустим так первую запустили вторую запустили так и мне нужно еще третью запустить но пока они работают сами по себе они а друг друге еще не знают нам мне нужно каком-нибудь серверу подконнектиться и ввести информацию о том чтобы они объединились что ж давайте подключимся например первому в принципе здесь не важно кому подключаться нужно кому-нибудь подключиться и передать настройки чтобы они такие объединились так сейчас я закопи пащу итак rs то есть реплика сет инициализация вот это наше выбранное слово и члены мемберы здесь мы указываем 1 и номер хоста жму enter и как мы видим на заднем плане пошла работа здесь мне показывается что я секондаре да это у меня но это еще неизвестно давайте я выйду и подключусь по новой праймере то есть вот этот локал хост все-таки праймере назначился подключусь к другому он у меня секондаре все данные мы заносим и читаем именно с праймере то есть я не могу секондаре занести какие-нибудь данные такс 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 сейчас я сделаю вставку так так какой магазин то есть так так вставку сделал так tb магазин find то есть объект у меня есть есть один пока сейчас я еще покажу что я в действительности не могу попросить видите ошибка not master то есть я могу попросить и внести данные только с мастера помните об этом так ладно вернемся к мастеру такс теперь давайте я остановлю мастера остановлю мастера так вот я остановил мастера там они пока между собой сейчас уже решили кто есть кто давайте посмотрим кто есть кто так нет это не тринадцатый стал значит правильно нет не стал или они еще не решили а вот решили значит двенадцатый стал мастером теперь я к нему могу обращаться такс вот как вы видите я сейчас читаю данные с нового мастера то есть репликация произошла там еще на заднем плане вы видите экшены они пытаются найти главного главный который отсоединился ладно давайте я его снова подниму снова подниму что ж отлично крутится три сервера да давайте я их немного уберу теперь он уже не переназначается так этого я пока оставлю что ж теперь давайте посмотрим как это мы можем использовать то что вот сейчас узнали о монга кое я создал очень простое приложение в нем ничего нет единственное что я подключил это реактивная монга все ну и ламбук но ламбук по дефолту всегда вот модель которую я только что описал репозиторий репозиторий я буду искать по имени явно прямо прописал даже query хотя это было делать не обязательно такс здесь я руками достаю бин репозиторий делаю две вставки две вставки засыпаю на некоторое время давайте поменьше сделаю и затем пытаюсь найти по имени такс я там что вставил то science что ж и последнее что мне нужно сделать то есть spring boot организует мне вот этот репозиторий но мне нужно же указать каким образом соединиться к реплике и здесь нужно передать вот таким вот образом данные манга протокол это сервера где у нас находится если бы вам нужен был пароль бы еще указать то вы вот здесь бы указали например user pass вот дальше указываю базу данных она у меня анти и реплика set пастера все что ж давайте запустим это все дело и посмотрим так вот отработалась вставка произошла судя по всему что у меня данные нашлись из science и natural ну поскольку я здесь пользуюсь реактивной программируем естественно мне порядок никто не гарантирует то что сперва science а потом natural такс так ладно давайте еще это дело проверим что у меня в действительности new york times и natural вставились вуаля как мы видим все отлично ну и здесь конечно же еще имя класса он добавляется ладно как мы видим как мы видим как мы видим все отлично отработало то есть вот такой вот есть инструмент у монга репликация как мы видим с нашей стороны со стороны пользователя минимум усилий да там есть более тонкие настройки но такое первое знакомство и первое вхождение достаточно легкое то есть все что вам нужно это поднять инстансы связать их чтобы они о друг друге знали и указать то есть URI URI где мы указываем все три местонахождения сразу скажу запускать я уже не буду что если главный упадет главный упадет главный упадет работа же продолжится там то есть да выскочит exception что не может подконнектиться к одному из трех но это не важно важно лишь то что приложение продолжит работать потом почему потому что репликация работает ну естественно здесь стопроцентной сохранности говорить не приходится то есть здесь лишь есть какая-то часть данных с очень большой вероятностью мы сохраним если ведущий сервер полетит так на этом я предлагаю закончить кому интересно эта тема монга и реплицирование он посмотрит это дело самостоятельно мы увидимся в следующий раз see you next time